Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Сегодня понедельник, что называется, тяжелый день, начало рабочей недели. Не хотел записывать видео, с утра еще голова болит. Оказывается, недавно, 12 декабря, произошел мощный выброс солнечной энергии. Но, кроме, конечно, неприятных последствий для здоровья людей, то есть у многих людей было недомогание, голова болела, жители северных районов нашей планеты могли наблюдать интересное природное явление, аврора, так называемое, или северное сияние. Ну, это одно из самых красивых природных явлений в мире. Ну, это ладно, как говорится. Около 15 часов по московскому времени пытался зайти в YouTube. Вы знаете, у меня ничего не получилось. То есть пытался зайти со своего аккаунта, голос правды, с компьютера, с телефона, не смог зайти. Сперва подумал грешным делом, что аккаунт заблокирован, голос правды, так скажем, уничтожен. Но ничего подобного. Оказалось, что весь YouTube был заблокирован где-то на полчаса. Пытался разобраться, что произошло, и зашел на стрим моего друга, журналиста, блогера Захара Артемьева. Этот московский блогер в прошлом, кстати, служил в российской армии, в американской армии, то есть знает культуру России, США, американской, российской армии, что называется изнутри. Интересный человек. Он объяснил, что произошло. Ну, по его словам, получается, одна из российских хакерских, так скажем, групп, группировок, Козий Бэр, в переводе с английского означает «уютный медведь», заблокировала YouTube на полчаса. Ну, в принципе, есть, поднял информацию про российских хакеров, есть две самые известные российские группы хакеров. Это Козий Бэр, который подозревается в блокировке YouTube на полчаса, и Фэнси Бэр, это в переводе означает «модный медведь». Вот, короче, эти модные и уютные медведи, похоже, пытались заблокировать YouTube. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что одна из группировок Козий Бэр работает на ФСБ. Ну, так скажем, есть информация о том, что они работают на ФСБ. И есть информация о том, что Фэнси Бэр работает на ГРУ. И эти две группировки даже между собой враждуют. То есть, понимаете, друзья, что происходит? Российская власть, она пытается спрятать правду, как-то заблокировать все возможные источники информации. И вот эта блокировка YouTube – это один из этих последовательных шагов. Я думаю, что в будущем, конечно, российская власть, скорее всего, заблокирует YouTube, Facebook, Twitter. Все заблокирует. Короче, будет только зомбоящик, путевизор, как его называют, Михаил Волхонский, блогер. И, так скажем, интернет. Но интернет такой пророссийский. Понимаете? То есть, там будет Владимир Соловьев, Артем Шейнин, ну и прочие пропагандоны, там, Симоньян и так далее, и тому подобное. Что еще хочется отметить? Хочется отметить, что Россия, обратите внимание, ну, вернее, не Россия, путинизм, если брать в целом. Мы же, как обычные граждане, мы не ссорились со всем миром. Путинизм разоссорился со всем миром. То есть, США проблемы, с Европой, со всеми враждуем, даже со странами СНГ. Со странами бывшего Советского Союза. То есть, нас ненавидят во всей Прибалтике, в Украине, в Грузии, где нас только ненавидят. Ну и, в принципе, есть за что, так скажем, путинизм всюду засунул свой длинный нос. Всюду он помогает, где-то материально, как говорится, где-то он помогает в кавычках, больше разрушает, убивает, насилует, грабит. Но, тем не менее, россиян, русских везде ненавидят в мире. Возьмем внутреннюю политику. Во внутренней политике промышленность разрушена практически, и предприятий осталось мало. На тех предприятиях, которые работают, там нищенские зарплаты. Торговли нет, по сути. То есть, сейчас своего рода опять образовался железный занавес. То есть, мы не торгуем со всем миром, мы, ну, получается, мы торгуем через какие-то страны-посредники. Втридорого они нам продают ту же продукцию, которую мы могли купить дешевле. Импортозамещение, как такового, не получилось. То есть, 6 лет прошло, нам с 2014 или даже 2013 года кричали, мы заменим все импортные товары. Ничего заменено не было. То есть, сейчас уже вводятся законы, очень подорожали подсолнечное масло и сахарный песок. Вводятся законы на то, чтобы заморозить цены на 3 месяца с нового года на эти товары. То есть, ну, страна деградирует, уже откровенно деградирует. Образование у нас практически уничтожено тоже. При СССР было первое место в мире. Сейчас на 52-м или 54-м недавно были законы введены о дистанционном обучении. То есть, школьники вместо того, чтобы быть в школе, сейчас будут шататься по улицам. Недавно смотрел тоже на канале аудио статьи, по-моему, да, выступление школьников. Он говорит о том, что сейчас вот мои сверстники вместо того, чтобы учиться, сидят на площадках детских перед школами и просто бухают, курят сигареты. Все это продается. Говорит, ну, проблем нет с этим. То есть, есть проблемы с образованием, но проблем, чтобы достать алкоголь и сигареты у школьников нет. Вот такие парадоксы в России. Какие еще проблемы? Ну, короче говоря, друзья, проблем у нас уйма. То есть, внешняя политика путинизмом провалена. Давайте подведем итоги. Внутренняя политика полностью провалена. И даже внутри путинской системы существуют разногласия. Путинизм, понимаете, это как змей Горыныч. Только не о трех головах, а говорят о шести или семи головах. И эти головы пытаются еще друг друга где-то укусить, хапнуть, понимаете. Даже внутри идет борьба. Вот эта подковерная борьба. ФСБ враждует с ГРУ и так далее. Кремлевские башни даже враждуют между собой. И о чем это говорит? Это говорит о том, друзья, что вот это российское царство-государство очень скоро падет. И мы, друзья, должны сделать все возможное, чтобы Россия не прекратила существование. Потому что мы на самом деле находимся буквально в одном шаге от того, чтобы Россия прекратила свое существование. Переставайте спать, открывайте глаза, не смотрите зомбоящик, путевизор и так далее. Смотрите независимых блогеров, таких как Захар Архемьев, Олег Бурылов, Михаил Волхунский, кстати, тоже могу порекомендовать. Тоже интересный канал бывает. Ну, у него там, как говорится, свои тараканы в голове. Тоже бывают интересные мысли, бывают несколько неоднозначные. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравились мои рассуждения. Или дизлайки, если вы не согласны с моей позицией. Ну, тогда, пожалуйста, напишите, с чем именно вы не согласны. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.